Сегодня отдельный урок, который посвящен хиту классической гитары Романсу Гомоса. На уроке мы посмотрим, соответственно, какие подводящие упражнения к Романсу Гомоса. Некоторые расскажу секреты и фишечки, чтобы у вас получалось играть легко. Но прежде чем перейдем к объяснениям и поделимся секретами, играю. Слушаем этот хит. 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 Ноты табы должны быть все известны давно, там 100-500 раз все должно быть хорошо, но при столкнуться с тем, что когда занимался учеником, все равно там были ошибки, неточности, левые гармонии, левые ноты, левые басы. И пришлось набирать все отдельно. Все ноты табы, как обычно, в моем телеграм-канале ссылки на них будут, все можете посмотреть, при необходимости скачать. Значит, сейчас в следующем блоке я расскажу подводящие упражнения, которые надо поиграть, чтобы, соответственно, это произведение играть, а оно не представляло себе череду сложностей. Значит, что нам понадобится. В правой руке все однообразно, как в каком-нибудь этюде. В правой руке надо всего лишь потренировать следующее. Либо это просто нисходящий арпеджио. Да? А, М, И, А, М, И, А, М, И. Первая, вторая, третья. И играется это с басом. Два прохода без баса. Все на триолях. Это первая схема. Ее можете тренировать на уменьшенном аккорде. Вставите, играете по басам 6, 5, 4, 5. Сменьшаетесь. И так далее до первого лада. Или вариант, который используется в концовках. Там играется с басами. Да, то есть на каждый палец А. П, А, М, И, П, А, М, И, П, А, М, И, П, А, М, И, П, А, М, И. Потом сдвигаетесь. Вот, касательно правой руки, бывают разные мнения в этом этюде. Кто-то настаивает на том, что надо играть с басом на паяндо. Учитывая, что тут в басом мелодия кроме концовки нет, вопрос, стоит ли это делать. Некоторые настоятельно советуют играть все на тирандо, но палец А на паяндо. Мне как-то рука под это не очень любит это делать. Я поэтому все стандартно техникой играю на тирандо. Вы решите сами. В зависимости от того, как вы учитесь, что советует вам педагог, это вы сами решите. Дальше необходимо упражнение, которое поиграть в левой руке. Здесь есть баррэ. Его особенно есть в мажорной части Романса Гомоса. И удобно, чтобы у вас рука была к нему готова, надо поиграть несколько вещей. Первое упражнение в правой руке будет чередование. А в левой руке вы будете тренировать позиция, чтобы у вас не отличалась стандартная, классическая, так сказать, стандартная позиция, параллельная позиция. Да, и позиция с баррэ, чтобы она не сильно отличалась. Упражнение будет вот такое. Без баррэ, с баррэ. Без баррэ, с баррэ. Потом мы меняем. На третьей струне надо поискать положение баррэ. Для каждого будет индивидуально. Для кого-то это вот прям точно вы ставите. И будет нормально. Для кого-то надо этот палец засунуть повыше. Надо, чтобы он немножко нависал над грифом. Найдите сами это положение, которое для вас. И последнее упражнение, которое стоит поиграть, чтобы у вас с романцем гомуса не было проблем, это на растяжку вдоль грифа. Здесь, потому что бывают такие вот аккорды. Привет, растяжечка. Чтобы пальцы к этому были готовы. Значит, как это играется? В правой руке чередование на этой струне. В левой руке находите указательным пальцем пятый лад. И играйте первым четвертым пальцем, пятый, шестой, пятый, седьмой, пятый, восьмой, пятый, девятый. Докуда дотянетесь? Докуда дотянетесь именно пальцами. То есть вы не подключаете локоть, кисть, там все не изворачиваетесь ради растяжки. И по своей возможности рассчитывайте, чтобы это либо мягкое вытяжение было, и указательный палец никуда со стороны не девается. Вот так вот тренируйте. Натренировали. То же самое. Первый, третий палец. Второй, четвертый. И по этому же принципу тренируйте третий, четвертый палец. Самая жесть я рекомендую тренировать так. Начать с одиннадцатого, двенадцатого лада. Играйте третьим, четвертым пальцем. С соседней ладой через лад. То есть получается с двенадцатой, тринадцатой, двенадцатой, четырнадцатой. Как получилось, вы смещаете лад левее. Следите, чтобы указательный палец не был напряжен. Так вот, в итоге надо бы, конечно, дойти до первого лада, но сначала пробуйте до того лада, до который сможете. Вот, это вот минимально необходимый такой вот технический набор упражнений, чтобы вот романс гомоса точно сыграть. Теперь мы с вами пройдемся по кусочкам. И в каждом я объясню, какие есть сложности и что делать. Во-первых, кусочек. Здесь самое важное, чтобы было, это переходы левой рукой. Они, чтобы делались у вас не от кисти и жестко. Вот таким вот движением. Так, музыка плавная, она будет у вас прерываться. А переход, значит, более, значит, первую позицию, он делается не от кисти, а немножко вы, как скрипач, скрипачи делают так же, немножко плечо, локоть, потом кисть, плечо, локоть, потом кисть. Наверх вы будете перемещаться так же, локоть, потом кисть, а у него таким дерганым движением. Итого, да, получится у вас так. По тому же принципу, вы идете в следующем кусочке наверх. Да, чтобы не было это жестким движением. Да, тогда трудно будет попадать. Следующее. Здесь я встречала разные редакции, иногда бывают, пишут вот так. И уже здесь гармония с баре. Но это опечатка. Здесь все без баре. И потом уже следующий кусочек. Следующий кусочек просто в баре играется. Вот то, что вот мы тренировали упражнение. Маленькое баре. И играем все в позиции. Следующий кусочек, он такой трюковый. И это то, ради чего мы тренировали упражнение на растяжке. Так, как он выглядит. Такая вот растяжечка. Здесь рекомендация, чтобы его было сыграть легче. Следующее. Значит, не идите по пути самурая. Вот все только пальцами, там через боль. Это есть некоторые вещи, которые вам помогут. Первое. Вот указательный средний палец – это ось. Вокруг которой можно, как бы, немножко подыгрывать. Да, вот угол менять. И вы это используете. Да, то есть под безымянный палец. Да, вы можете качнуть кистью, чтобы подложить безымянный палец на восьмой лад. А при растяжке тоже, обратите внимание, да, я помогаю себе локтем, плечом, чтобы в этой растяжке добиться. И мизинец я не кладу вот так вот. Да, вот как каноническое положение, да, вот кисти. И пальцы, да, вот на ладу, как в учебнике. А я дотягиваюсь вообще вот этой вот частью. Вот вообще плашмя. Видите, да, то есть не вот так палец стоит, вот плашмя. Все звучит нормально, и это не вызывает никакой боли. Следующий кусочек просто смещаемся, да, сменяя позиции. Следующий кусочек по си-септаккорду. Многие играют вот так. И потом на концовку. Но здесь вообще в си-септаккорде мы играем только правой рукой. По первый, второй, третий нам четвертая вообще не задействована. Поэтому нам без разницы, как его ставить, мы можем поставить вот так вот. Да, и многим сложна вот эта вот растяжка между безымянным и мизинцем на вот это вот. Сложно. Поэтому ничто не мешает. Взять через первый, второй, третий палец. Да, и вот это вот опевание спокойно сделать разными пальцами. И перейти на концовку. Потом идет либо реприза. Либо переход на мажорную часть. В мажорной части, не знаю, какое-то время назад, достаточно там, если, наверное, я спрашивал уже у опытных и своих коллег возрастных, какое-то время назад считалось так, что вот первая часть это вот для всех, а вторая только для профессионалов. Там же много баре. Вот, но сейчас уже гитарная техника продвинулась очень сильно вперед, и мажорную часть играют все. Значит, мажорная часть. Отдельно. Значит, что там происходит? Первый кусочек просто в позиции играется. Ничего сложного там нет. Все легко. Ничего, ничего, ничего не скажу. Ну, как бы все стандартно играет. Следующий кусочек. Я каких только вариантов его не встречал. Это, по сути, это вокруг аккорда си-септаккорд. Но не в этом положении, а через баре на втором ладу. Очень часто я встречаю левый бас от ля. Который не входит. Ну, входит, конечно, но это не тоник аккорда. Иногда я встречал редакцию, что от фа диеза его играет. А потом переход сюда. Мне видится, что здесь все-таки бас си тоника. Да, то есть... Но здесь нужна растяжка между вот этими двумя пальцами. Мы ее тренировали. Да. И, собственно, все. И переход на него мы правой рукой играем не боем, а на арпеджио. Поэтому нам не надо сразу ставить весь аккорд. Все-все три-четыре пальца, да? Мы можем сначала поставить только два. Первый, четвертый. Потом потянуть безымянный. Это намного легче. Вот это и потом по надобности безымянный. То есть будет вот так. Это вот как бы вот трюк, чтобы его сыграть. Дальше переход в седьмую позицию. Здесь то же самое. Вот то, что в минорной части я говорил. Подыгрываем локтем и мизинцем ставим, чем дотянемся. Следующий кусочек тоже в ми-мажоре. Здесь вот переход отсюда. Сюда несколько есть вариантов. Один вариант. Переместиться на маленькое баре и сыграть в позиции. Похоже на упражнение, которое мы делали. Либо можно попробовать тоже этот вариант. На мизинец вернулись. Переехали на мизинцы и подставили баре. Мне ближе вариант, где... Здесь подкалывается баре. Звучит все равно слитно. Дальше все просто в позиции. Дальше непростой аккорд. Это вот как вот по ля-мажору, но плюс еще до диез здесь. Аккорд с растяжечкой, корявенькой. Что поможет вам его сыграть? Значит, первое. Вы указательный палец ставите баре на две струны. И средний палец ставите не канонически, там на кончик, а тоже чем дотянетесь. То есть он получается и бочком, и вот так вот плашмя достаточно ставится. Тогда реально дотянуться. Это раз-два. Положение большого пальца за грифом, оно не в верхнем овале, не на середине, а приходится, чтобы вот этот аккорд взять, убирать его в нижний овал. В нижний овал, вот то есть вообще вот сюда вниз тогда легче становится сыграть. И последнее такой секретик и хитрость, чтобы оно получалось. Вы используете opposite position. Обратную позицию левой руки. То есть есть как бы стандарт, вайлин и оппозит. То есть когда вот разворот вот туда. Значит, да, вот здесь как раз вот эта вот штучка и позволяет дотянуться. То есть вот в таком угле рука находится. Все вместе это применяем. Получаем этот кусочек без проблем. Дальше. Мистическое место, потому что многие играют просто так. Хотя в нотах написано чуть сложнее. Вариантов обыграть это место, при которой несколько. Можно по-самурайски пойти. В этом же положении остаться. Но я столкнулся с тем, что зажимается рука. Сложное все-таки положение. И я делаю вот так. Перехватываю. Да, вот в такое положение. И переезжаю просто на мизинчики. Получается. И переход на концовку. Вместе все нормально, слитно звучит. Здесь на мажорная концовка в некоторых редакциях вообще странно написано. После этого кусочка почему-то вдруг минор. В мажорной части вдруг минор. Это какая-то лютая опечатка. Правильно. В мажорной части все-таки, чтобы мажор был. Здесь ставим второй палец. Начинаем играть. Потом добавляем на соль дизи указательный. Переходим с ми на си вторым пальцем. Здесь вот не обязательно все тянуть. Нам нужен только указательный и мизинец. Отпустили все. Мизинцы дотянулись. И опять нам вас выручает, помимо вот этой растяжки, то, что мы используем не стандарт. Стандарт, вот это параллель позишн, а оппозит позишн. Немножко развернутая рука сюда. Вот. Соответственно, всего романса Гомоса мы прошли. Мы прошли все. Подробные уроки, как вы знаете, как мне записаться, по ссылке в шапке профиля. Там все подробно. Полностью этот видеоурок будет сохранен. У меня, я думаю, в телеграмчике. По ссылочке в шапке профиля вы посмотрите. Ноты, табы я прикреплю там же. Чтобы вот эту редакцию, про которую я говорил, она у вас тоже в доступе была. Вот. Соответственно, пробуйте, тренируйтесь. Должно получиться. Если уж какие-то сложности возникли, буду рад. Обращайтесь. Все мои контакты есть. В телеграм просто пишите myselfgitter. Вот. Если нужна помощь, я отзовусь. Продолжение следует...